В общем, я должна вам признаться, я получила карту. И теперь могу выезжать из Польши. Но получила я её где-то уже неделю назад, но нигде об этом не говорила, не писала. Вот по какой причине. Причина в том, что первым делом, раз мы получили карту, значит, мы можем наконец выезжать из Польши, мы решили поехать в Киев. Из всех стран и всех направлений мы едем в этот город, потому что я уже два года, два года, два года не видел свою лучшую подругу. И поэтому я ничего не говорила, собственно, нигде о том, что я получила уже карту, что письмо пришло и так далее. Потому что я планирую строить сюрприз своей подруги. Хочу сюрпризом прилететь и удивить её, и буду сейчас всё вот это снимать. Поэтому поехали. Не спешил на автовокзал, чтобы доехать до Котолицы. Девушка, вы ничего не потеряли? Что? Попринеть! Боже, Саша! Я уже в Кракове. Там просто не очень было удобно записывать, и тем более мне очень хотелось просто провести время с подругой, а не сидеть отдельно и что-то записывать и так далее. В первую очередь я хочу рассказать о том, что мы, конечно же, не могли снять на камеру, но что было достаточно стрессовым. Перед тем, как вы видели, я встретилась с подругой на границе киевской, завели в отдельную комнату и ещё допрашивали, снимая на камеру. Задавали вообще абсолютно различные вопросы. И это было понятно, конечно, почему так происходит, но достаточно странно и неприятно. Друзья, не зная о том, что мы приедем, но уже сразу придумали программу, что мы должны увидеть в Киеве. Поэтому первое дело мы начали, мы приехали в центр и поехали к арке Дружбы народов, которая, как себе лично, дала трещину. На самом деле, вот как бы начинать с этого места просмотр Киева очень здорово, потому что сразу такая панорама открывается, ещё нам с погодой повезло, было очень красиво. Ну, несмотря на то, что как бы много народу было, но как бы такое сразу приятное впечатление от Киева. Мы потом пошли по аллее артистов, или как это сказать, везде были какие-то виды, везде были какие-то такие интересные творческие люди, вот женщина на пианино под мостом. Мы дошли до Андреева спуска. Ну, кстати, я что хочу сказать. Я была в Киеве, ну, когда мне было лет 14, и я вообще ничего не помню из этой поездки. Вот кроме вот Андреевского спуска я вот запомнила. Это было прикольно оказаться в том месте, где ты был 14 лет назад. Ну, как бы ты в титоноследовании нас вообще не подозреваешь, как твоя жизнь каким-то образом обернётся. То есть, ребята, первый день нас провели по очень красивым местам, по спуску. Ну, мы сразу видели вот этот колорит Киева. Очень красивая старая застройка, где-то брусчатка, где-то нет. Но при этом сразу почувствовали разницу с Краковым. Но об этом позже. Но мне, наверное, надо пойти выпить кофе всё-таки. И я расскажу вам про второй день, потому что он тоже был очень интересный. И там была одна такая штука, которая меня привела в восторг. В общем, мне стало лень искать кофейни в городе. Я пришла домой пить кофе. Домой. В общем, что нужно рассказать про второй день? Ну, то есть, помимо прекрасных мест, которые мы посещали, я хотела рассказать об одной кофейни, которая расположена, как я понимаю, в здании, которое раньше принадлежало больнице. Там какой-то аварийный выход или что-то ещё. И вот на нескольких этажей они разместили кофейню. То есть, сама кофейня внизу, а на каждом этаже находятся какие-то комнаты, в которых можно находиться. Там в одной бар, в другой кофе. И даже вот переход между зданиями, балкон, они тоже оборудовали, как будто там можно пить кофе. Но прикол в том, что это они оборудовали в стиле, как будто это реальный подъезд. Они даже там написали надписи на подъезде или там поставили такую мебель в каком-то коридоре. Мне кажется, это очень прикольно, когда берут здание, которое уже не нужно, и его не сносят, что строят что-то новое, а его интерпретируют и создают такое новое и интересное пространство. И этим местом можно говорить сразу о двух пунктах, о которых я думала в Киеве. Во-первых, в Киеве очень круто развито. Все кофейни, ресторальные. В общем, всякие едальни у них очень на крутом уровне. Там невысокие цены относительно, допустим, Кракова за блюда. Но при этом они все, большая видать конкуренция, они все пытаются что-то такое придумать интересно, какие-то свои фишки. Там и сервис хороший, и сам интерьер интересный. И то есть вот эта вот культура заведений питания и питья в Киеве очень-очень крутая. Мы потом в середине дня ходили еще в одно заведение и ели очень вкусный борщ. Прям я почувствовала себя снова как дома. Как будто папа мой приготовил борщ. Было примерно так же вкусно. А второй пункт, которым я думала, что Киев, он весь застраивается, как будто у него нет какого-то культурного, как это называется, архитектурный код или что это. Напишите в комментариях, я не знаю, как это называется. То есть все строят разные дома, кто во что гораст. И я забыла, это прям очень напоминает мне Новосибирск, я об этом забыла, когда в Краковсе дома, они примерно не выше какого-то там этажа. То есть они, ты примерно все время смотришь на ровное пространство. А в Киеве ты все время смотришь там многоэтажки, тут маленькие дома, тут там вообще... И они все абсолютно разные. И это такая, как это называется, эклектика. И я очень отвыкла от такого. Мне прям сильно напомнило Новосибирск. И это и хорошо может быть, как бы это свой стиль города, и плохо. Потому что в Киеве очень много красивых зданий. Безумно красивых, видать, старых зданий. У них очень интересные какие-то, вот, не знаю, там виньетки все на зданиях. Сама архитектура очень красивая, безумная. Давай, делай. Не, ну я не могу. Какая красивая архитектура, конечно. Что разумеется? Очень красивая. Ну а за ним стоит какая-то вот непонятная фигня, которая с ним даже, ну, не сочетается. Или все люди делают эти балконы застекленные. У меня больше всего поражало, я не знаю, сняла или нет. Но много зданий, на которых видно старое красивое здание. И просто один какой-нибудь огромный застекленный балкон выпирает вообще как прыщ какой-то на этом доме. И это очень обидно в том плане, потому что реально Киев безумно красивый город. И как будто бы все равно. Но то, насколько он аккуратный. Может быть, нас Краков уже избаловал, потому что Новосибирск на это похож, и я как бы в этом жила. Расскажу еще немножко, что мы делали. Ну, во-первых, помимо того, что мы ели борщ, ходили по другим разным вкусным заведениям. Мы, конечно, еще посетили Киево-Печерскую лавру, потому что я там была в детстве, мне было интересно посмотреть еще раз. Ну, то есть, вспомнить, как оно там. Походили везде, где можно, по основным местам. И нам повезло с погодой, и повезло с нашими прекрасными гидами, которые знали лучшие места. Впечатление двояко. С одной стороны, Киев безумно красивый город. Архитектура очень красивая. Она не похожа на многие города, которые видела. С одной стороны, что-то есть, как в Москве. Что-то, на самом деле, больше какая-то такая южная архитектура. И где-то похоже на Новосибирск. Но я действительно поняла, что я отвыкла от этого. Я отвыкла от огромных реклам в метро. Я отвыкла от огромной непонятной рекламы на улице везде. Я отвыкла от грязи на улице. Действительно, Краков нас очень сильно избаловал. Я отвыкла, кого жить в таком городе, потому что реально очень напоминало Новосибирск. По пыли и грязи. От этого реально было двоякое чувство. С одной стороны, я очень была счастлива увидеться с подругой, с ней веселиться и гулять, и ходить по интересным местам, получать новые впечатления. А с другой стороны, меня точило вот это ощущение того, что почему такие красивые города остаются в таком виде. И у меня как бы не было ответа, что можно сделать, чтобы было не так. Потому что красиво же. И аж как-то грустно было от этого. Не знаю, почему. Почему вообще мне было от этого грустно, я не знаю. Но как-то вот какой-то осадок такой был. И главный вывод, который пришла. Ну, то есть, жалко, мы были с подругой всего два дня, но я была рада хотя бы так увидеться. И вот, когда мы вернулись, у меня было ощущение, что Краков самый лучший город на Земле. Я сейчас объясню, почему. Пока мы тут жили, и я не получила карту, у меня было ощущение, что надо скорее ехать куда-нибудь. Ну, вот это ощущение, что тебя немножко заперли. Город, конечно, прекрасный, но хочется на свободу, хочется посмотреть что-то новое. А теперь, когда мы съездили, я поняла, что я люблю этот город. Я люблю Краков, и я хочу здесь жить. Я в прошлых выпусках говорила о том, что мы будем ездить дальше, там, на два месяца, куда-то переезжать и там жить и так далее. И я теперь не уверена. Я не знаю, почему, но как бы такое ощущение, что хочется здесь побыть побольше. Вот. Нет, понятно, что у нас закончится скоро срок аренды, и нам все равно придется куда-то ехать дальше. Но, наверное, в ближайшее время мы будем просто путешествовать по каким-то странам и городам. Ну, как бы ненадолгий срок. Поэтому подписывайтесь, потому что я не знаю абсолютно, что будет дальше вообще в ближайшие хотя бы недели и месяцы. Подписывайтесь, чтобы следить, так сказать, за развитием событий, как мы изучаем другие культуры. Мы смотрим на другие города. Ставьте лайк, ну и пишите свои впечатления, были ли вы в Кракове, в Киеве, в Новосибирске, допустим, и какие у вас впечатления от этих городов остались. Продолжение следует... Продолжение следует...